Нормальная жара, продержавшаяся в Петербурге в 18 дней, сегодня наконец немного спала. В ближайшие дни обещают температуру около 25 градусов. Такого прогноза с терпением ждали в карантинном центре животных «Верес», который расположен в деревне Раполова Всеволожского района. Звери страдают от зноя, намного больше людей, Катерина Правдина убедилась. Маша, 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 одна лапа торчит. Когда столбик термометра преодолел отметку 30 градусов, гималайцы впали в летнюю спячку. А если и передвигаются по вольеру, то чуть ли не по-пластунски. Как я понял, гималайцы плохо линяют. Если Потап еще нас весь полинял, то эти вот как была шуба такая здоровая, так и осталось. От еды, конечно, они не отказываются, но особого энтузиазма тоже не проявляют. Радуют их только груши и душ. Разбуженная для процедур Маша явно недовольна, хотя, может, причина плохого настроения в ее особом положении. Всем своим видом, показывая, что ей не так уж и жарко, она нехотя все-таки подставляет густую черную шкуру под струю воды. Потап еще тоже тяжело, но он не теряет бодрости духа. Баланс в организме поддерживает диеты, а теплового удара спасается подорожником. Не надо, не хулигань. Чего? Вот показывает, говорит, травы давай. Единственный, кто, несмотря на жару, сохраняет прекрасный аппетит – трехмесячный лосенок Троша. В центр его привезли четырехдневным рыбаки, случайно спугнувшие маму. Поборов детские болезни, Троша набрался сил на козьем молоке. По два литра четыре раза в день и лучше по графику. Мы его покормили на полтора часа позднее. Он на хох он бежал. Да, да, маленький. Все, маленький. Жара действует на всех обитателей центра одинаково. Как будто обессиленные звери спят, стараясь не двигаться, чтобы сохранить внутреннюю прохладу. Даже разбудить некоторых крайне затруднительно. Алиса! 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 Ежи, зайцы, белки, совы, обитающие в тени, к духоте равнодушны. Менять свой распорядок дня нужным не считают. Пара рыси тоже не отказываются от привычных семейных дел, но все-таки стараются расходиться по разным углам, чтобы совсем уж не накалять обстановку. Екатерина Правдина, Станислав Субботин, Юрий Борисов и Кира Пали. НТВ Ленинградская область.